Всем доброго дня! С вами Владимир Левченко и программа «Рынки. Зачем следить?» Сегодня, кроме канала, вы можете отсканировать в своем телевизоре QR-код, перейти на YouTube-канал РБК «Инвестиции», в котором тоже много важной и интересной информации. Итак, что действительно очень важного, что интересно вам прямо сейчас, и какие возможные варианты поведения рынков на начавшуюся неделю будут. Посмотрим. Во-первых, что действительно важно, что для Азии текущая неделя будет явно проходить с гораздо меньшей активностью. Уже некоторые биржи азиатские закрыты в связи с празднованием китайского Нового года или Нового года по лунному календарю. Это биржа и в континентальном Китае, биржа и в Сеуле, на бирже в Гонконге, в Сингапуре. Сегодня по короткой программе работали, ну то бишь, уже закрылись. Но там все прошло с достаточно неплохим ростом. Что касается нашего отечественного фондового рынка, то, опять же, несмотря на то, что озвучены были новые санкции, причем, так сегодня англичане обещают вообще что-то серьезное нам выдать. Ну и к ним присоединились вновь уже и американцы. И основная риторика, конечно, сейчас такова, что, ну, если раньше, да, все возможное введение санкций привязывали к реальному вторжению российских войск на Украину, да, о котором, естественно, наши власти заявляли, что и в мыслях ничего подобного нет, то сейчас уже речь идет о превентивных санкциях. Ну и об этом уже говорят, в общем, не только англичане, но и американцы, да и Евросоюз тоже об этом заговорил. Несмотря на это, наш фондовый рынок вот сейчас на предварительных торгах за несколько минут до открытия основных торгов резко растет. Фьючерс РТС прибавляет более 2%, ну и курс рубля тоже активно укрепляется. Сейчас за доллар дает 77,5 рублей, то есть 3,25% рубля добавляет. Ну и цены на нефть. Бренд уже выше 91 доллара за бочку сейчас торгуется, да, и фьючерсы на американские индексы растут после взрывного, в буквальном смысле слова, роста на пятницу. Насдак добавил более 3% в пятницу, сейчас фьючерс на Насдак растет еще на 0,3%, фьючерс на S&P поднимается в пределах 0,2%. Ну, пока все на нашем рынке спокойно, еще ждем вечером заседания Совбеза ООН. Опять же, на Украине посмотрим вообще, что происходит на рынке глобальном, ну и, конечно, оценим, вот как вообще вся нынешняя ситуация будет влиять на глобальный рынок акций и почему. Об этом поговорим с нашим экспертом. У нас на связи Алексей Корнилов, ведущий аналитик по международному рынку акций, открытие инвестиций. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы видели такой резкий рост, рост этот привязали к заявлению одного из членов Федеральной и Резервной системы Соединенных Штатов о том, что ФРС может сделать некую паузу в повышении процентных ставок. Ну и, понятно, еще сезон отчетности. Действительно, неплохо отчитался Apple. Самое, наверное, главное, что неплохо отчиталась Visa, да, ну потому что с Apple как бы история отдельно. А вот Visa это такая как бы база, да, такая мировой экономики, которая показывает, ну если люди рассчитываются, если люди платят, да, ну значит кровь по венам мировой экономики течет. Ну вот, хотя если мы посмотрим на всю другую отчетность, на макроэкономические данные, на поведение долгового рынка, то там продолжается торможение, причем торможение такое достаточно существенное. Вот для начала ваши ожидания, да, там по глобальному и американскому рынку акций, там, может быть, не знаю, на текущую неделю, ну тут скорее ждать, наверное, чего-то достаточно сложно. И, соответственно, дальше, может быть, на первую половину года и к концу этого года. Да, я думаю, что мы уже очень близки к стабилизации на рынке. Дело в том, что здесь играет роль несколько факторов. Ну, во-первых, рынок уже адаптировался к изменившейся риторике Федрезерва. Как вы знаете, она начала уже сточаться в конце прошлого. И вот в среду Федрезерв уже однозначно обозначил, что в марте будет первое повышение. То теперь рынок уже закладывает 4, а то и 5 повышений в этом году. Соответственно, уже каких-то таких больших новых негативных сюрпризов в плане ужесточения монетарной политики не предвидится. Рынок начинает больше реагировать и смотреть на фундаментальные факторы, на то, как ведут себя компании, их выручка, их прибыль. И вот здесь вы абсолютно верно заметили, что на прошлой неделе были очень хорошие отчеты со стороны компании Microsoft, со стороны компании Apple, которые поддержали рынок. И также очень важно вы обратили внимание на компанию Visa. И кроме этого был еще отчет компании MasterCard, а в начале недели был отчет компании American Express. И вот эти вот все три платежные компании, они отчитались крайне успешно, выше ожиданий. А выручка составила, прирост составила от 24 до 27 процентов у этих трех компаний. И это отличный индикатор того, как чувствует себя потребитель, насколько он уверен, насколько он желает тратить свои деньги, ходить в рестораны, путешествовать. Все это компании потребитель. А вот есть ли деньги, Алексей, да, вот действительно с этой стороны более или менее все понятно. Но мы с вами прекрасно знаем, да, на чем вот эта уверенность потребителей базировалась и пока что базируется. Но мы видим падение реальных располагаемых доходов, да, людей и в Соединенных Штатах, и по всему миру из-за инфляции прежде всего. И вот именно с этой инфляцией вроде как ФРС, ну, уже точно будет бороться. Вопрос, насколько и насколько вот успешна будет борьба с инфляцией, пока, как мы видим, ничего, в общем-то, не получается у ФРС. Более того, да, там, цены на сырьевые товары, на продовольствие, они продолжают дальше расти, да, бренд уже там 91 доллар за бочку стоит. Но, наверное, самое главное, да, мы это поведение долгового рынка. То есть напомню, что в 2019 году, когда кривая доходности стала инверсионной, да, все потом, весь этот кризис списали на ковид, да, тут как бы все, в общем, понятно. Да, и пытались убедить, что вот в этот раз инверсия не приведет к рецессии. Сейчас до инверсии пока далеко, но, знаете, на что я обратил внимание, если мы с вами посмотрим, ну, во-первых, да, инфляция на принципиально более высоких уровнях. Именно вот показатель личных потребительских расходов, на которые и ориентируется Федрезерв, он на пике с 1982 года. И при этом, да, мы видим, что кривая доходности уплощается. Причем, более того, она сейчас дошла до тех уровней, с которых как раз началась коррекция в 2018 году. А в 2018 году у нас тоже Федрезерв проводил некую нормализацию денежно-кредитной политики. Правда, она была такой символической. И вот сейчас тоже при том же уровне кривой доходности мы видим вот некую коррекцию. Но тогда двухсотдневную среднюю так и не смогли пробить, а сейчас ее пробили. И вот с этой точки зрения, вот перспективы какие? Ну, я думаю, что картинка немножко другая все равно с точки зрения уплощения кривой доходности. Это такой некий индикатор того, обычно, да, что где-то не за горами рецессии. Но здесь, мне кажется, совершенно другая или иная динамика. Мы все-таки находимся в ранней стадии восстановления экономики. И данный индикатор немного надо интерпретировать иначе, в динамике смотреть на него. Поскольку сейчас Федрезерв начинает действительно политику ужесточения монетарную. И непосредственно влияет на самые короткие ставки. Поэтому, естественно, что происходит вот это движение наверх на коротком конце. При этом длинный конец не так активно реагирует, что, в общем-то, свидетельствует как раз о том, что рынок не верит в долгосрочность вот этой инфляции. Если бы ожидания инфляционные были высокие в будущем, то верхний конец тоже подрастал. Но мы этого не видим. Поэтому я думаю, что действительно сейчас вот эта кривая остается нормальной. И она все равно свидетельствует о том, что идет экономический рост. О чем и, в принципе, подтвердила статистика ОВВП за четвертый квартал. Она была выше ожиданий. В Америке вышла статистика в районе 6,9%. При этом ожидали 5,5%. Так что экономика себя чувствует вполне нормально. И кривая все-таки остается при этом тоже нормальной. Да, с инфляцией есть проблема у Федрезерва. Они это практически и признали, почему они так резко изменили политику и риторику. В том плане, что вы абсолютно тоже правильно сказали, что все индикаторы инфляции, даже тот самый, который щадящий, можно сказать, ПСЕ, КОР, ПСЕ, который предпочитает смотреть Федрезерв, он 4,85% показывает инфляцию почти 4,9%. Ну да, и надо здесь вот, по-моему, рынок недооценивает, что раньше-то при такой инфляции ставка была 20% годовых, а не ноль. Да, и рынок, и вот это вот тоже очень такой интересный момент. Но посмотрим. Спасибо огромное Алексею. Алексей Корнилов, ведущий именно аналитик по международному рынку акций, открытие инвестиций, был у нас на связи. Ну и я напомню, что у нас сейчас выходит итоговая программа рынков. Она будет в 20 часов 30 минут по московскому времени. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова